здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами свяжем небольшую мушку которая уже опробована на карасевых рыбалках моими друзьями в разных условиях рыбалки на пруду и на речке поэтому вы можете смело ее вязать есть определенные сложности но мы постараемся ее с вами изготовить с минимальными затратами что нам необходимо нам понадобится с вами вот такой лак обязательно флуоресцентный если нет можно использовать подходящий лак для ногтей временно нам нужен будет клей совсем немножко нужны будут глазки гантельки крючок вот такой граб шримп номер вы уже выберите для себя ну и небольшая вот такая вот полосочка пенки я когда-то изготавливал для судака соответствующие приманки чтобы хвостик торчал вверх применил этот же способ при изготовлении мушки для поимки карася и карпа то что было у меня из силикона немножечко грубовато то есть 50 на 50 работает это же проверено работает достаточно хорошо зацепов нет проводка хорошая что нам нужно для начала мы берем иглу промажем ее вот так вазелином чтобы можно было потом снять нашу конструкцию иглы так как приклеится очень быстро вазелин обыкновенный проблем я думаю у вас не составит вот я использую вот такой нитка желательно под цвет ну или хотя бы в том чтобы было и нужно будет леска леска для того чтобы мы могли изготовить своего рода колечко чтобы прикрепить крючку двухсоставная будет выбираем остатки они нам уже здесь будут мешать теперь мы должны закрепить леску значит я леску использую 014 флуоресцентную вот такую складываем ее пополам следим за тем чтобы не было больше большой длины так как потом будет крайне неудобно нам все это соединять колечко должно быть буквально миллиметр или даже можно меньше примере им нашу пенку вот она приблизительно вот так как раз где-то нам будет и вполне достаточно немножечко сделаем меньше подтянуть еще можно теперь что я делаю я отрезаю вровень буквально пару миллиметров заходя за жало иглы бюро обыкновенную зажигалку и слегка вот так делаю здесь шарики которые мне не дадут вырваться моей приманки вернее моей лески на приманки прихватили буквально немножечко подмотали доходим формируем теперь длину до нашего колечко что мы делаем доходим до иглы мы должны сделать небольшое сегментирование лак конечно может сожрать у нас все наши сегменты но не до такой степени то есть они останутся можно кисточку делать из пера я уже пробовал разные то есть это не столь принципиально совсем немножко наносим для надежности много не накладывайте потому что потом практически будет проблематично снять это все с иглы примеряем чтобы у нас не было лишнего и вот такими движениями делаем сегменты сколько их будет 345 это уже не столь проблематично поэтому вы уже сами потом определитесь дошли до нашей петелечки и здесь уже мы можем смело делать завершающий узел нанесем сразу клей на нить и все это нужно делать очень очень быстро иначе наш клей может прихватить киволки снять потом будет целая проблема все вот мы сделали такую конструкцию теперь аккуратненько быстро это все снимаем все у нас удалось годится вот у нас вышла такая можно с прорезью делать можно без как будет удобно теперь нам необходимо взять наш любимый пера держатель взять за петелечку и вот это все вскрыть лаком она должна сохнуть я выполню эту операцию потом дальше пока она когда она высохнет мы с вами продолжим пока вот наш еще вот такой элемент сохнет вы обратите внимание чтобы не было много но и не было мало лака много будь он не будет подниматься если мало будут блики неровности но это не страшно но с другой стороны желательно его изготовить понятное дело что несколько культур не пока он у нас будет с вами подсыхать давайте продолжим подготовим крючок сохнуть такой лак будет долго наверное несмотря на то что у нас сейчас на улице 33 в харькове значит я беру крючок зажимаю его как обычно но работать будем мы с вами вверх ногами вот величину крючка желательно подбирать под вот этот хвостик который мы с вами планируем конструкция будет у нас выглядеть сейчас я поверну будет приблизительно вот так стоять этот хвостик и будет он тут все время у нас как поплавок привлекать рыбу своим шатанием болтанием чтобы крючок все время шел вот так жалом вверх нужно сместить центр тяжести чем это достигается если мы возьмем с вами бусинку вот из таких вот наборов или как и у вас есть это не важно у нас будет идти как джиг но для большей надежности я использую вот есть всевозможные вот такие наборы это глазки гантельки сильно утяжелять я не буду потому что у меня в этом нет необходимости а вот если у вас вообще ничего нет то можно выполнить это с помощью свинца как вот сперва необходимо снизу ну я уже изготавливал такие фильмы там есть со смещенным центром здесь необходимо сперва вначале закрепить брусок свинца именно снизу брусок свинца подходящего по диаметру под наши под наш металл а потом только уже сверху выполнить обмотку тогда у нас центр все время будет крючок со смещенным центром будет все время тяготеть перевернуться вот в такое положение давайте теперь мы с вами начнем опять же чтобы более крепче и надежнее было приманка я немножечко промажу клеем нитку опять же я беру можно брать или белую а потом уже перейти в тон оранжевый для экономии вот у меня и и белая такая же флюоресцентная поэтому я буду вначале пользоваться белой для экономии нитки а потом уже будем брать оранжевую так закрепили до момента пока мы не закрепили не подать не высох наш этот хвостик который болтается мы не можем ничего продолжать дальше кроме как вот я беру для начала закреплю леску это будет у нас еще одна петля которая будет его хвостик удерживать значит для начала пока мы еще не примерили я стараюсь вот немножко до середины загиба дайте дальше можно пока не делать потому что потом при монтаже будет очень хорошо все видно у нас переходим к месту где мы должны крепить гантельки значит я гантельки выбрал вот не такие небольшие ну как крепить гантельки это не проблема вы все прекрасно знаете крест на крест восьмерочкой подхватываем подравниваем их желательно так чтобы они были соизмеримы с нашей приманкой ну не больше не меньше вот приблизительно вот так так будет достаточно еще дополнительно у нас будет своего рода как привлекать вот этим мерцанием гантелек еще дополнительно будет привлекать карася карась кстати рыба своеобразная как и карп я обычно для карася использую белая антельки поэтому если у вас имеются поставьте нет и такие пройдут нить я промазал клеем и прохожу хорошо по глазкам они не должны у нас ни в коей мере прокручиваться перепроверим чтобы было ровно отлично все теперь пока не подсохнет наш хвостик мы дальше продолжать не можем еще немножко наш хвостик сыроватый ну в принципе то пока мы будем работать он может и потом подсохнуть тем более руками моего сильно трогать не будем что мы делаем я беру аккуратненько убираю из перодержателя одеваю вот у меня леска вышла очень длинная не страшно одеваем петельку и примеряем длину да еще сыроватая больше не трогаем и примеряем его немножечко длину значит по величине значит как вот допустим приманки я беру равную длине тела вот приблизительно так что мы сейчас делаем закрепим вот это леску такими вот накидными петельками пока ничего не отрезаем следим за тем чтобы наша петелька была достаточно хорошая вот как вы видите вот такой длины должен быть переворачиваем так годится это отлично проверим как он будет если вверх до середины жало как раз очень хорошо доходит все можем теперь спокойно остатки нашей лески удаляем теперь нанесем обязательно немножечко клея и это все промотаем петельку оставляем обязательно чтобы она была достаточно свободная но и в то же время и и не надо делать очень большой все очень хорошо это все должны мы закрепить теперь смотрите чтобы удобно вот поставили как нам лучше дошли до этого места что дальше дальше я чтобы у меня проходила более менее нормальная сегментация по телу желательно использовать или проволоку или люрекс ну так чтобы у нас выделить еще дополнительно наш элемент так как мы тело будем делать однородное с применением меха и я немножечко добавлю люрекса отлично оставили все можем теперь поменять нашу нить нам понадобится с вами обязательно вот такой даббинг вот мы смотрим какой более менее мне подходящий больше подойдет вот розово-малиновый но я возьму оранжевый у меня как я уже неоднократно показывал имеется вот такие вот пряжи наборы значит более-менее подходящий у нас вот есть оранжевый я беру по так как волокно штапельная мы уже с вами не один раз рассматривали варианты как изготавливать тело колбаской я беру вот такую приблизительно щепоточку и прямо вот так вот тяну чтобы все волосы в меня меха вышли прикладываю к нитке прокручиваю и закрепили годится отлично теперь чтобы изготовить хорошее такое сегментированное тело и более менее еще добавить блестков я уже показывал я подобрал такой же вот спектра даббинг который есть он хорошо отражается ультрафиолете и его такими щепоточками прямо добавляю вот к нашему меху много не надо потому что у нас и так здесь привлекательных элементов блестящих достаточно прокручиваем на нитке делаем вот такую колбаску и теперь уже очень очень аккуратно следим за тем чтобы мы не за не замотали нашу петлю начинаем из изготавливать тело перепроверились подымается отлично годится все хорошо раз-два скот сколько нам нужно столько мы проходим чтобы сформировать вот такое вот коническое хорошее тело как вы видите вполне симпатично и доходим до гантелек как раз мне вот его и хватило всей длины теперь я просто беру сегментирую прохожу по тем прядям которое вот у меня когда мы с вами наматывали у нас вышло определенный сегмент мы его как бы слегка еще подчеркнем значит я пробовал возле глазок и перо ставить все что угодно дело в том что большого значения это не имела потому что рыба в основном рейд реагировала на хвость движение хвостика больше ничего значит смотрите так как у нас глазки промотаны были белой ниткой я еще раз прохожу вот так можно взять немножечко дабин блестящего спектра можно делать можно не делать это уже как вы сочтете нужным и вот я такой тоненькой нитью блестящий прохожу через гантельки за глазками и перед где колечко я делаю небольшое вот такое утолщение можно и сразу сделать сразу наношу капельку клея на нить и здесь же выполняю завершающий узел все наша приманочка готова даем немножечко и подсохнуть хвостик наш будет стоять вот так при забросах и при движении он у нас будет играть из стороны в сторону в потоке воды учитывая то что проводка будет своего рода микро джигом то достаточно привлекательная приманочка выберем выберите для себя габариты размер это я в принципе то несколько великоватый делал но на крючке 12 номер как раз вот она должна быть где-то полтора сантиметра до двух длиной у меня здесь два с половиной все друзья мои благодарю вас за внимание до скорых встреч